Всем привет! Меня зовут Наташа и добро пожаловать на мой канал! И сегодня у нас с вами обзор новой коллекции Vivienne Sabo «Жемчужина моря». Из этой коллекции я приобрела палетку теней, румяна стик, жидкие тени, блеск для губ и хайлайтер. Коллекция очень-очень интересная. Изначально, когда я ее увидела, у меня, знаете, такие воспоминания были про коллекцию Vivienne Sabo «Avrora Borealis». Кстати, у меня был на нее обзорчик на эту коллекцию. Вот такие у меня были средства из этой коллекции «Avrora Borealis», потому что, ну, как бы голубые тени и вот что-то, вот какие-то коробочки, вот, ну, чем-то мне напомнили. Если вам коллекция «Жемчужина моря» напомнила «Avrora», пишите в комментариях. Начнем мы с вами разбор с этой коллекции с одного весьма спорного продукта под названием «Румяна стик». Vivienne Sabo назвали вот эту вот вещь «Румяна стик». Это кремовый продукт. Я вообще часть этой коллекции купила на La Moda, часть купила на Wildberries. Сначала все появилось очень странно, как-то на La Moda. Обычно горячие новинки первыми на La Moda не появляются. Ну, тут как-то странно. Заказала я на La Moda все эти вещи, но хайлайтер пришел разбитым. Потом я перезаказывала на Wildberries, и несколько раз хайлайтер все равно приходил разбитым. Ну, в конце концов, я разбитый хайлайтер купила, спрессовала его, и, собственно говоря, обзор сегодня у нас с вами есть с хайлайтером. Кстати, все вот эти истории с битым хайлайтером я показывала в своем Телеграме, так что обязательно подписывайтесь на мой Телеграм-канал, поскольку у нас там с вами каждый день общение. Кроме этого, я есть на Яндекс.Дзен, у меня есть сообщество ВКонтакте, и также я есть на Рутуб. Обязательно подписывайтесь. Так вот, поэтому частично на La Moda, частично на Wildberries. Ну, вот этот румяный стик я купила на La Moda. Кстати, на Wildberries цены чуть дешевле, чем на La Moda. Ну, на La Moda мне обошелся этот стик за 639 рублей. Он вышел в одном оттенке, здесь продукта 4 грамма. Я не совсем понимаю, почему это назвали румяный стик. Конечно, в описании Vivienne Sabo пишет, что это многофункциональный продукт, его можно использовать и на щеках, и на веках, и на губах. Он дает такой влажный финиш. И действительно, финиш у этой вещи весьма влажный. Но я не вижу здесь как таковых румян. Вот румян здесь не вижу. Я здесь вижу бальзамную жирненькую текстуру с легким-легким розовым оттенком, ну прям прозрачным. И влажным таким сиянием, действительно, как будто я нанесла бальзам. Как румяна я эту вещь использовать просто отказываюсь. Я не хочу ходить со щеками, натертыми салом, потому что это смотрится именно так. В качестве хайлайтера, да, эту вещь можно использовать. Я наносила пальчиком этот хайлайтер, слегка прибивала подушечками пальцем. И эта вещь смотрелась влажненько, как влажненький хайлайтер. Но этот стик, он вообще не фиксируется. Он остается таким липковатым, жирненьким. Если вам нужен такой эффект влажный, то да. Также я наносила на губы. Вот на губах этот стик смотрится очень хорошо. Вот больше всего эта вещь мне нравится на губах вместо бальзама. Вот вместо бальзама прям супер. Ну, не знаю, буду ли я использовать этот стик румяна как хайлайтер. Как румяна точно нет. Как хайлайтер, скорее всего, тоже нет. Потому что липковатенько, жирноватенько как-то смотрится. Ну, спорная вещь. Хотя, как бы, ну, если вам нужен такой влажный эффект, да. Если нужен такой влажный эффект на скулах, либо на щеках, то возможно. Ведь Вивен Собо не скрывает, да, что этот продукт для создания влажных, румяных щечек. Ну, по мне, как-то это выглядит не очень на щеках. Так что, если только как хайлайтер. Дальше у нас с вами вещь под названием жидкие тени. Но здесь тоже промах. Вообще, у меня такое ощущение, что Вивен Собо весьма, так знаете, промахнулись с позиционированием всех этих продуктов. Здесь румяна стик. Хотя, ну, на мой взгляд, это все-таки не румяна. Это называется жидкие тени. Но я жидких теней здесь вообще не увидела. Это очередная озорная блеводка феи. Ну, конечно, не такая, как Глит Рокки от Люкс Визаж, который я терпеть не могу. Здесь посимпатичнее. Но все-таки Вивен Собо назвали эту штуку жидкие тени. И на Ламода мне они обошлись за 531 рубль. Стоит отдать должное. Упаковка просто бомбическая. Нереально красивая, граненая. Внутри вот этот сверкающий продукт под названием типа жидкие тени. Ну, выглядит прям супер. Когда я увидела вот это вот, я просто обалдела от того, насколько красиво они оформили вот эту вещь под названием жидкие тени. Здесь есть аппликатор. Но что же у нас внутри? Почему я не считаю это жидкими тенями? Это глиттер. Это всего лишь глиттер в прозрачной основе. Но, к слову сказать, блестки в этом глиттере действительно красивые. Они невероятно красиво мерцают и переливаются. Они имеют блеск и голубой, и синий, и фиолетовый, и оранжевый, и золотой, и зеленый. Прям просто мультикалорные классные блестки. Здесь есть блестки и более мелкие, и прям такие крупные. Но для того, чтобы добиться какого-то плотного, сияющего эффекта, нужно очень много наслаивать. Ну, очень много наслаивать. А когда много наслаиваешь, эта вещь смотрится очень комковато, когда засыхает. Просто комки какие-то, знаете, мутно-белые комки с блестками. Поэтому только чуть-чуть эту вещь можно наносить. Конечно, пробовала я наносить на веки, но на веках мне не нравится. Если только в один тонкий слой, как топпер, тогда будет прикольно. Либо на нижнее веко, либо на внутренний уголок, либо на еще какие-то другие части тела для создания мерцающего эффекта. Поэтому как жидкие тени нет. Как глиттер, ну, для того, чтобы побаловаться, можно. Потому что блестки красивые, действительно красивые блестки, но их мало. И что мне еще не нравится вот в этой штуке, это то, что сама основа, в которой блестки плавают, она слишком какая-то густоватая и комковатая. Поэтому, с одной стороны, мне нравится, а с другой стороны, как-то и не очень. Ну, зачем называть это было жидкие тени? Ну, назвали бы просто глиттер для век. Тогда да. Так что, если глиттер нужен, симпатично. Если не нужен, то и нафиг вам оно не надо. Дальше хайлайтер, который просто пострадал за весь этот бьюти-мир. Вот у меня такое ощущение, что кто-то проклял все хайлайтеры. За последний месяц я заказала такое огромное количество хайлайтеров, что, наверное, даже блогеры-миллионники столько не заказывали. Все приходят битый. Ну, битый просто в хлам, в пыль, в песок. Эта вещь тоже пришла битая в Телеграме. Я показывала, я спрессовала этот хайлайтер. Кстати, я, как уже сказала, купила я его на Вайлберис все-таки за 669 рублей. Ну, битый. У этого хайлайтера очень мягкая текстура. Ну, неудивительно, что он приходит все время разбитый. Он в кругленькой упаковочке, голубой. Сначала так кажется, что хайлайтер будет голубого цвета. Но нет, цвета он не голубого. Когда я его открыла, первый раз увидела, я подумала, какой-то, ну, вроде симпатичный оттенок, но не особо интересный. Но когда я посвотчила, я просто изумилась в красоте этого хайлайтера. Его текстура не похожа, например, на хайлайтер Аврора Бориалис. Нет, он более мягкий. В нем тоже есть шиммер, но шиммер не такой, как в хайлайтере Аврора Бориалис. А шиммер такой, как в моем любимом хайлайтере Бьюти Бомб Лили Спаркл, который все время у меня на скулах. И вы все время спрашиваете, что это за розовый хайлайтер. Вот это Бьюти Бомб Лили Спаркл. И точно такая же текстура с таким же микро шиммером вот в этом хайлайтере от Vivienne Sabo. Вот, но здесь другой цвет. Здесь цвет, даже не знаю, как его описать. Я бы, пожалуй, описала его, как лучи закатного солнца в теплый летний день. Вот именно так он выглядит. Он сияющий. Конечно, наверное, понравится он не всем, потому что есть микро шиммер. Но для меня этот шиммер, он не слишком крупный. Блески не слишком крупные. Но их очень много. Из-за этого создается эффект такой сияющей глади, сияющих, натертых скул. Наносится он хорошо, распределяется хорошо, мега интенсивно сияет. И такое ощущение, что просто лучи закатного солнца коснулись ваших скул, и скулы засияли. Вот настолько он мне понравился. Да, не каждому понравится. Да, не для офисного макияжа точно. Но он красивый. Он летний. На загорелой коже будет просто отлично. Хайлайтер просто... И вот я реально в восторге от хайлайтера. Просто нереально красивый. Вот мой второй любимчик после вот этого вот Lily Sparkles. Они очень похожи по эффекту на кожу. Но имеют разные оттенки, к счастью. Поэтому будут дополнять друг к другу, буду теперь их чередовать. Так что хайлайтер рекомендую, если вы допускаете в хайлайтере микрошиммер. Что у нас дальше? Дальше у нас блеск для губ. И блеск для губ это тоже та вещь, от которой я была в восторге. На La Moda он мне обошелся в 342 рубля. Ну, недорогой такой блеск, скажем так. Вообще вся эта коллекция очень прикольно оформлена. В голубом цвете здесь какие-то водоросли, звездочки. Вот на блеске тоже такие водоросли и звездочки есть. Блеск вышел в двух оттенках. Я купила оттенок 01, который в голубой упаковке. Здесь довольно-таки крупный аппликатор. Сам блеск по текстуре не слишком густой, даже, можно сказать, жиденький. Цвет этого блеска полупрозрачный, розово-персиковый. И в его составе огромное количество микроблесточек, которые прям сияют и искрятся. На губах он ощущается как масло. Он прям увлажняет губы и мега-мега комфортный. И как же красиво сияют и переливаются губы с этим блеском. Вот аналогичный блеск есть у Beauty Bomb. Я его уже сто раз показывала. Прям вот этот блеск от Vivienne Sabo очень на него похож. Единственное, что аромат у этого блеска поприятнее, чем у Beauty Bomb. Ну, в целом, блеск прям зачет. Его можно носить и как самостоятельный блеск, и как топпер на помаду, на карандаш. Блеск супер сияющий, красивый. И у нас осталась с вами палетка теней на La Moda. Она мне обошлась в 756 рублей. Симпатично оформлена. Но, знаете, когда я в руки взяла эту палетку, мне упаковка по ощущениям напомнила палетку Lamelle, которая Secret Santa как-то так называлась, красненькая. Кстати, она мне очень понравилась. И упаковка очень похожа, и текстуры очень похожи на новогоднюю коллекцию Lamelle. Вот правда, что в палетке теней Moonrise, что в палетке Secret Santa, прям очень похожие текстуры именно сияющих оттенков. Но об этом мы с вами еще поговорим. Что касается цветовой гаммы этой палетки, здесь встречаются голубые оттенки, да, чтобы как-то поддержать морскую тему. Но есть и бежевые, и коричневые. Всего оттенков 9. Они в кругленьких рефилах. Здесь есть глиттер в этой палеточке, но глиттер весьма симпатичный. Глиттер находится в такой гелевой текстуре и глиттер среднего помола. То есть не слишком крупные здесь блестки, но явно не маленькие. То есть я называю вообще такой глиттер среднего помола. Блесток здесь очень много, и блестки красивые. Кстати, блестки чем-то похожи на блестки из вот этих вот типа жидких теней. Но здесь все-таки преобладает какой-то желтовато-золотистый цвет в этом глиттере. Глиттер красивый, ничего не хочу сказать. Я его даже использовала в макияже на подвижном веке. Симпатичный глиттер, хотя я устала от глиттера. Все мы устали, надоел, и мало вообще, наверное, кто им пользуется. Это вещь скорее для какого-то случая. И, знаете, вот для весенне-летней коллекции глиттер пихать, ну, это как-то такой, мне кажется, вариант. В жарище, чтобы эти блестки растеклись по лицу и по глазам. Ну, да ладно, глиттер нормальный, как я уже сказала. Сверкающий, сияющий, красивый. Дальше здесь есть сияшечки сатиновые. Золотистая, более розовая. И очень красивая такая сине-фиолетовая сияшка. По текстуре, как я уже сказала, эти сияшки очень похожи на сияющие оттенки в палетках ламель новогодних. Ну, прям очень похожи. Такая текстура мягковатая, немножечко хлопьями. Такие текстуры нужно именно растирать на веках, как правило, наносятся хлопьями, которые нужно потом распределять тщательно. Но оттенки красивые. Цвет, ну, я бы не сказала, что очень плотный, но явно и непрозрачные эти тени. То есть, ну, неплохо. Неплохо, не провал. Также есть два оттенка матовые с микрошиммером. Один голубой, другой бежевый. У них очень шелковистая текстура, они дают плотный оттенок, но голубой цвет, он такой пастельный. Блесточки на сводчих, ну, слегка видны, слегка мерцают. Что касается матовых. Матовые тоже очень шелковистые и пигментированные. Коричневый, например, вообще отлично пигментирован. Прям такой темный, насыщенный коричневый цвет. По пигментации неплохо. Сияющие имеют, конечно, спорную текстуру. Не все любят такие текстуры. Не самые мои любимые, скажем, текстуры сияющих оттенков, но с ними справиться можно. Сейчас я вам расскажу, как я делала этот макияж с вот этой вот палеточкой жемчужина моря. Сначала я воспользовалась голубым оттенком, который матовый с блестками. Нанесла его чуть выше складки в форме дуги. Затем опустилась на нижнее веко. Далее бежевым оттенком матовым с микроблесточками я растушевала предыдущий оттенок. После этого я воспользовалась матовым коричневым оттенком. Я создала им такую небольшую стрелочку насыщенную. Также слегка опустилась на нижнее веко. Оттенок отлично передается. Дает сразу темный, насыщенный коричневый цвет. Затем я вернулась снова к голубому оттенку и подтушевала коричневый оттенок по границе. Далее я воспользовалась сияющим жемчужно-розовым оттенком. Я нанесла его на все подвижное веко. Наносится он, конечно, хлопьями. Его приходится растирать, но в целом никаких особых проблем он не вызвал. Он слегка пожевывает веко, но я бы не сказала, что прям сильно критично. Затем я воспользовалась синим сияющим оттенком. Я нанесла его на нижнее веко. Он также наносится немножко хлопьями, но в результате выглядит очень красиво. Нереально красивый сатиновый оттенок. Затем я снова воспользовалась коричневым матовым оттенком. Я нарисовала им стрелки во внутреннем уголке. Также я воспользовалась глиттером. Я нанесла его как топпер поверх предыдущего сияющего оттенка. Он хорошо прилипает даже без всякой глиттерной базы. Но все-таки для длительной носки я бы рекомендовала наносить какую-то базу для глиттера, либо клей для глиттера, например, от NYX. Далее я воспользовалась центральным сияющим оттенком. И нанесла его во внутренний уголок, как бы обрамляя им стрелку во внутреннем уголке. Ну что, дорогие друзья, палетка неплохая. Я не могу сказать, что она влюбила меня в себя. Нет, но она явно не провальная. Здесь неплохая пигментация. Базовые коричневые матовые оттенки вообще отличного качества. Хороший пастельный голубой оттенок. Глиттер симпатичный, но как бы нафига он здесь нужен. Симпатичные сатиновые оттенки. Единственное, что у них текстура такая немножечко. Комковатая, хлопьями так они растираются по веку. Но неплохо, неплохо. Если по скидочке там за 500 рублей, за 400, можно брать для того, чтобы поиграться, создать какой-то такой пастельный макияж. Может быть, иной раз побаловаться глиттером. Симпатично выглядит. Ну, неплохо на скидочках можно взять. Я не могу сказать, что нужно прям за ней бежать. Она потрясная там, нереальная. Нет, неплохо, но особого восторга, честно, у меня на ней. Не вызвало. Единственное, что я восторгаюсь вот этим вот оттенком. Синим он действительно красивый. Далее вот эта вещь стик. Румяна, не румяна. Ну, я тоже считаю особо ненужная вещь. Для меня, по крайней мере, если вам нужно влажное сияние, но которое при этом не фиксируется, остается таким жирненьким, как будто вы нанесли бальзам, то можно, но для меня это вещь особо ненужная, скажем так. Блеск, блеск крутой. Блеск рекомендую. Он потрясающий. Искрится на губах. Дает красивый такой глянцевый, но при этом с небольшим шиммером блеск. В общем, блеск шикарный. Вот этот вот, жидкие тени, которые просто глиттеры, ну, я думаю, что он вам особо не нужен. Да, блестки здесь красивые, но их маловато, маловато. В этой прозрачной основе, в которой находятся эти блестки, их просто мало. Их мало, ну, не знаю, симпатично, но если надо, можно взять, но явно не за ту цену, за которую продают. Столько на очень больших скидках и то для того, чтобы поиграться. Вот хайлайтер мне очень понравился. Хайлайтер красивый, он сверкающий, сияющий, с шиммером. Если не любите шиммер, не надо вам такое. Но если вы не против небольшого шиммера в хайлайтере, я прям влюбилась в этот хайлайтер. Очень нравится, очень нравится оттенок. Он прям зашлифовывает кожу, скулы сияют, прям такие натертые, классные. То есть из всей этой коллекции, что бы я могла рекомендовать точно? Это блеск и это вот этот хайлайтер. Хайлайтер. Остальное очень спорные продукты. Ну, за исключением палетка теней. Она неплохая, но без восторга. Тут как бы смотрите сами, если не против сияшек с такой текстурой, немножечко хлопьями, то можно взять. Ну, что точно бы я не стала вам рекомендовать, так это стик и вот этот вот глиттер. Ну, остальное как бы на ваше усмотрение. Ну что ж, надеюсь, вам понравился мой обзор Vivienne Sabo морской жемчужины. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, поскольку все это помогает в развитии моего канала. И до новых встреч. Пока-пока.